Всем привет, с вами Айда. Давайте узнаем самые интересные новости за неделю. В саду Санкт-Петербурга скульптуре прописали бьюти-процедуры, а все из-за хулиганов, которые пририсовали ей глаза фломастером. К счастью, статуя скосила глаза ненадолго. Сотрудники сада уже наложили патчи со специальным раствором. Вот такие спа-процедуры. В продаже появилась газировка со вкусом пельменей. Вы удивлены? Мы точно. Японский бренд Нагайгамен обещает к точности повторить вкус и даже запах блюда. Пельмени в газированной форме? Почему нет? Поднимите лапки, кто за? В Великобритании кот выдвинулся на пост премьера страны. В своем мяу-фесте он обещал влажный корм каждому котенку, регулирование рынка кошачьей мяты и угощение, кто машет пером. Но, к сожалению, пушистому кандидату не удалось осуществить задуманное. В Казани испекли 45-метровый пирог. Вы спросите, зачем? Просто казанские рестораторы решили установить очередной кулинарный рекорд. Поверьте, голодным не ушел никто. Карамельная вражда окончена. Пользователи сети обнаружили батончик Twix с одной палочкой. Эта новость огорчила покупателей, ведь теперь они не знают, какая палочка левая, а какая правая. В комментариях даже придумали новое название – Unix. Лазерные инсталляции, хореографические перформансы, дополненная реальность – это недалекое будущее. Это Нур. О самых ярких моментах фестиваля нам расскажет Алия. Международный фестиваль медиа искусства Нур. Что это такое? Сейчас разберемся. Сегодня мы пройдемся по главным площадкам и поймем, что такое искусство. Первая локация – это штаб фестиваля, национальная библиотека. Здесь мы слушаем лекции. Давно выносили одежду с этническими принтами? Уверены, что давно. Или даже никогда. На лекции разбираются, почему возникла такая проблема и как внедрять орнамент в одежду. А вот и вторая локация – парк Урам. Здесь проходят перформансы. Это перформансы, где художники работают в режиме реального времени. Картинка меняется под воздействием звука. Звук меняется под воздействием картинки. Такой аудиовизуальный концерт получается. А в цирке уже вовсе не клоуны, а огромные инсталляции, которые завораживают своими масштабами. Инсталляции символизируют узы человека и природы. Всю жизнь он пытается оборвать пуповину связи, но обретает чувство тотального одиночества и тревогу. А вы видели первый в России NFT-магазин? Нет? Так пойдем посмотрим. Тут можно посмотреть и купить работу 10 локальных художников. Каждый день посетителей встречает 3D-модель ассистента-продавца. Нам бы хотелось узнать, есть ли покупатели? В целом покупателей не так много, но очень много интересующихся людей. То есть в целом это выставка, скорее, а не магазин, потому что мало кто сейчас знает о том, что такое NFT. Это более такое развивающееся пространство и в целом искусство. Вот поэтому прям конкретно покупателей не было. Сколько стоит самая дорогая представленная и самая дешевая? Ну, самая дешевая, это, наверное, будет самая бесплатная. Вот это вот в углу, где находится окно. Она бесплатная, можно скачать. Вот и каждый может приобрести, так скажем, NFT просто получить ее. Вот. А самая дорогая, я думаю, это кроссовок. Он стоит около 16 с половиной тысяч рублей. А вот и последняя точка нашего культпохода. Выставка Art Digital. А что думают люди об искусстве узнавала Салья? Появляется все больше новых видов искусств. Техно-музыка, кавер-дэнс, граффити. Что такое искусство для жителей Казани? Сейчас узнаем. Что для вас искусство? Искусство – это самооружение человека в его интересах. В первую очередь, наверное, проявление себя. Искусство должно воспитывать наших простых людей. Мы зачем ходим в театры? Зачем ходим на какие-то выставки, в музеи? Потому что нам это интересно, нас это воспитывает. Ой, я не знаю. Я вообще человек не искусства. Я думаю, что это фото. Мне кажется, в последнее время это очень такое развитое направление. Искусство может быть все, что угодно. Музыка, книги, литература. Не важно, что это. Это главное, что приносит фантазию у человека, по-моему, да? А что такое искусство для вас? Пишите в комментариях.